Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. Министр обороны Израиля Явгаланд дал понять, что армия обороны еврейского государства готовится к возможному наземному вторжению на территории Ливана для того, чтобы окончательно уничтожить террористическую организацию Хизбалла после целого ряда ударов по инфраструктуре этой организации и уничтожению ее ведущих лидер. Израиль может считать, что теперь, когда практически вся военная и политическая верхушка Хизбаллы уничтожена, а для изменения ситуации с высокопоставленными кадрами Хизбалле нужно будет время, когда огромное количество рядовых боевиков Хизбаллы выведено из строя после беспрецедентной операции с подрывом пейджеров и раций, можно рассчитывать, что наступление израильских войск на юге Ливана не встретит значительного сопротивления боевиков. За три десятилетия своего пребывания во главе Хизбаллы Хасан Насрала, ликвидированный израильской армией в ходе удара по пригородам Бейрута, превратил эту организацию не просто в шиитское ополчение, которое пользуется очевидной поддержкой из Тегерана и Москвы. Он превратил Хизбаллу в армию, которая по своей численности не то что не уступает ливанской армии, но превосходит вооруженные силы Ливана. По большому счету Хизбалла за эти десятилетия подмяло под себя саму инфраструктуру ливанской государственности. И действительно, в Ливане в течение 600 дней не могут избрать президента страны. У власти находится временное правительство. Вооруженные силы вынуждены считаться с активностью боевиков Хизбаллы и в этом случае настоящим лидером ливанского государства, конечно же, был уничтоженный израильскими военными Хасан Насрала, а настоящим правительством Ливана верхушка Хизбаллы. Но теперь, когда ни Насралы, ни его соратников нет в живых, а оставшиеся у руля организации боевики пытаются возобновить ее активность, может открыться окно возможностей для окончательного уничтожения влияния Хизбаллы в Ливане и для спасения севера Израиля от постоянных бомбардировок со стороны боевиков Хизбаллы и их возможных рейдов на территорию еврейского государства. Однако представить себе, какими будут реальные последствия для ввода израильских войск в Ливан и военные последствия и политические сейчас достаточно трудно. Белый дом пытается удержать Израиль от такой наземной операции. Хотя президент Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент Камала Харрис баллотирующиеся на пост президента Соединенных Штатов от демократической партии и позитивно высказались о устранении Хасана Насралы, человека, не только с израильской, но и с американской кровью на руках. Тем не менее в администрации Байдена все еще опасаются значительной эскалации ситуации на Ближнем Востоке в связи с возможной наземной операцией армии обороны Израиля в Ливане. И ясно, что если эта операция начнется, она в еще большей степени охладит взаимоотношения уходящего президента Соединенных Штатов с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяхом. Но возможно и Нетаньяху считает, что ближайшие недели это единственное окно возможности для Израиля, просто потому что предвыборный период не даст возможности администрации президента Байдена жестко реагировать даже на те израильские шаги, которые не воспринимаются с пониманием в Белом доме. И тогда получается, что речь идет действительно о нескольких днях. Нескольких днях, когда Хизбалла еще не опомнилась в связи с ликвидацией Хасана Насралы и других руководителей этой бандитской организации. Нескольких днях, когда еще не опомнился Иран. В Тегеране сейчас говорят даже о возможном направлении в Ливан вооруженного контингента иранских военных. Но опять-таки для того, чтобы сформировать такой контингент, который должен заместить боевиков Хизбаллы на территории Ливана, необходимо время. Да и такое решение со стороны Исламской Республики может тоже вызвать негативную реакцию в арабском мире, где по поводу Насралы и его боевиков отнюдь не горевали, прекрасно понимая, что Хизбалла превратила Ливан в марионеточное государство по отношению к Ирану и, по сути, убрало его арабскую составляющую с политической точки зрения. Ну, разумеется, в этой ситуации, если медлить с какими-либо решениями, то уже через несколько недель может быть поздно. Иранские войска могут быть уже в Ливане. Хизбалла изберет своего нового лидера, который постарается взять под контроль ту часть организации, которая не была затронута уничтожением и вновь возобновить масштабные ракетные обстрелы центра Израиля. И уже тогда новая военная операция Израиля столкнется с куда более серьезными трудностями, чем в эти дни. Я уже не говорю о том, что после 5 ноября 2024 года будет избран новый президент Соединенных Штатов и израильскому правительству придется считаться с мнением человека, который буквально в январе 2025 года займет главный кабинет в Белом доме. Понятно, что если этим человеком будет Дональд Трамп, то Бениамин Нетаньяху будет считать, что он имеет достаточно возможности действовать так, как ему покажется необходимым и не будет опасаться негативной реакции со стороны нового американского президента. А вот с Камалой Харрис может возникнуть совершенно другая ситуация. Ну и я уже не говорю о том, что в этом случае после 5 ноября премьер-министру Израиля придется считаться с уходящей администрацией Джозефа Байдена и с тем отношением, которое у нее возникнет к Израилю в случае проведения несогласованной масштабной операции на территории Ливана. Тогда выходит, что у Израиля для того, чтобы окончательно уничтожить Хезбалу, разумеется, если у командования армии обороны Израиля и израильского правительства есть такой план, есть только октябрь 2024 года. Но то, что именно этим временем ограничены возможности Израиля, понимают не только в еврейском государстве. Это понимают и враги Израиля. Это понимает, в конце концов, и оставшееся в живых руководство Хезбаллы и руководство Ирана, который сейчас лихорадочно думает, что бы предпринять после очередного тяжелого регионального поражения, которое даже нельзя сравнить с ликвидацией главы политбюро Хамаса Смайла Хани в Тегеране. Поэтому и враги Израиля будут стараться действовать на опережение и будут стараться сдержать проведение операции израильской армии против террористической организации Хезбалла. Хотя понятно, что если эта операция произойдет, она будет не только единственным шансом Израиля уничтожить Хезбаллу, но и единственным шансом Ливана и ливанцев избавиться от террористов, которые практически держат население этой страны в заложниках на протяжении многих лет. Спасибо, друзья! Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на каналы в Патреоне и Баймея Кофе, которые помогают развивать эти ресурсы, пользуются и функции спонсорства в самом Ютьюбе. Мира вам!